МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. И сегодня видео... Ответ-вопрос. Или вопрос-ответ. Я хочу ответить на несколько ваших вопросов. Прежде чем начать это видео, мне хотелось бы от всей души поблагодарить моих зрителей, новых зрителей, за то, что вы пришли на мой канал, подписались и остаетесь верными мне и моему каналу. И, конечно же, спасибо за все ваши комментарии, за все ваши добрые слова, советы. И я рада, что вы со мной. Ну что, не будем долго тянуть. И поехали! Как часто я покупаю одежду? Вы знаете, раньше я была такая шапоголик, как говорят по-русски. Очень-очень много покупала одежды. Тем более, приехав во Францию, мне хотелось все везде. И я не смотрела ни на какой стиль, ни на расцветку. Мне просто хотелось всего. Ну, наверное, все-таки в тот период, а уехала я из России в 2005 году, я была студенткой, поэтому начала работать. И было очень сложно купить что-то. Все было очень дорогое. Только начинали открываться какие-то большие магазины. Не было европейских марок. Ну, в общем, вы все меня понимаете. Поэтому, приехав сюда, я начала скупать все везде и подряд. И дорогое, и недорогое. Иногда хватало, не думая, платья за 100 евро. Ну, я думаю, что не я одна такая. Поэтому мой первый муж, он, конечно же, был в шоке. Только сейчас я понимаю его реакцию. Почему и как, и что. Почему он на меня так смотрел. Почему он меня осуждал. И, может быть, даже, почему совершился наш развод. Вы знаете, все-таки нужно прожить в стране. Мне нужно приспособиться к менталитету. Но это уже совсем другая тема. Вы меня часто спрашиваете рассказать о моем первом браке. Почему не пожилось. Почему так было. И я обязательно сделаю такое видео. Ставьте пальчики вверх. Потом я начала работать в магазинах одежды. Претапорте консультантам. И когда ты работаешь в магазине, понимаете, то волей-неволей ты поддаешься новым коллекциям, новинкам. Тебе хочется купить это. Тебе хочется купить другое. В этот период я начинаю... У меня был развод. Я начала встречаться с новым мужчином. Мне хотелось выглядеть очень хорошо. Поэтому я каждый раз, то есть я практически всю зарплату, так как жила я у сестренки, спасибо, дорогая, что ты меня приютила в Париже, я всю зарплату выбрасывала на шмутки. И сегодня, когда я оглядываюсь, я думаю, боже мой, ну что же ты делал? Зачем же тебе столько всего и дорогого? Тем более я работала в дорогих бутиках. И это стоило даже за скидками достаточно денег. Но такие зазывалочки, что, например, мы продавщицы, ну все-таки мы продавщицы, консультанты. У нас было 40% на всю коллекцию мы могли покупать. И это такое там-тосюм. Очень хотелось. Сейчас же я покупаю одежду, ну, наверное, по меркам французов. Это для кого-то редко, для кого-то часто. Потому что те, кто смотрит видео о Франции, знают, что очень часто французы позволяют себе покупать одежду только на скидках. То есть два раза в год. Это в январе скидки и летние скидки в июне. Когда на самом деле цены опускаются и в Zara, и в HM, и в других магазинах люксовых очень-очень низко. Поэтому они с умом, с разумом подходят к этому. И если вот не нужно срочно что-то купить на какой-то выход, они не покупают, они ждут этих скидок. Я этого раньше не понимала, мне хотелось купить. Но вообще я считаю, что у нас, в русских женщинах, заложено такое расточительство. Не обижайтесь, пожалуйста, мои хорошие. Но на самом деле это так. Мы любим очень хорошо выглядеть, мы любим новинки, мы любим следовать моде. Есть у нас такая материальная черта. Безобид. Я говорю и о себе, и о русских женщинах. Мы любим быть красивыми. Француженки, они более европейские, европейский народ, они более проще, более спокойнее относятся к одежде, так как у них все это всегда было в достатке. Они могут купить все, что им захочется, пожелается и так далее. Сейчас же я предпочитаю купить что-то своему ребенку. Я предпочитаю, хотя и, как вы видите, и Саше я покупаю одежду раз в сезон, чтобы он ее выносил. Поначалу я покупала очень много, я вам рассказывала, все это оставалось с этикетками. И сейчас мне этого не надо. И для себя я покупаю одежду со смыслом. То есть я стараюсь на данный момент прийти к такой линии, может быть, минимализма какой-то, создать мой гардероб, который бы был мне по душе. Я покупаю очень много марку из при. И я выискиваю недорогие магазины, где есть качественные, хорошие вещи. Также на данный момент, кто меня смотрит, знает, что китайский сайт Shein.com, на мне вот сейчас их рубашка, позволяет мне купить две вещи в заказ. И я этим пользуюсь, есть очень хорошие вещи, качественные, хлопок и так далее. В общем, сегодня я могу сказать, что я покупаю одежду не часто. Поэтому в данный момент у меня как-то все больше косметики, больше чего-то для дома. Ну, одежду я тоже люблю, я не буду грешить душой. Но хочу все-таки выработать какую-то линию, такую, где бы я могла себя тормоз. Разве тебе это надо? Разве это подходит к твоему гардеробу? Разве это подходит по твоему стилю и твоей фигуре? В общем, пытаюсь, работаю над собой. Какие марки предпочитаю? Мне очень хочется сказать, естественно, если у вас есть возможность, то нужно покупать, вы можете покупать себе дорогие марки, почему бы и нет. Все-таки лекала дорогих марок, они разрабатываются, они создаются. Дорогая марка – это искусство. И за это искусство, то есть за это искусство именно креатеру мы и платим. А в принципе, сделаны они часто из такой же ткани. Но я не говорю совсем там люкс, прям бренд, диор, гатье и так далее. Там уже идет бусинка к бусинке, паеточка к паеточке и так далее. Нет, это совсем другое. Это уже искусство. Здесь же все-таки мы платим цену за маркетинг. Мы платим за вот это кутюр, от кутюр. Если можете себе позволить, то почему же? Для меня сегодня я не могу себе позволить этого. Да, и, наверное, по стилю моего жизни я считаю этим глупым. Ну что, буду я сидеть дома с ребенком или ходить за ним в школу, или в парк, в какой-то креативной вещичке от какого-то кутюр. Я считаю, что это глупо. Сегодня я пришла к тому, что вещи должны быть практичными, вещи должны быть, если это возможно, из натуральных тканей, хотя я не ношу и не натуральные ткани, и вещи должны быть нейтральных таких тонов. То есть я могу себе позволить, что это голубой, например. Ну и то, не знаю, буду ли долго я это носить. Рубашку, да, вот юбку такого цвета, может быть, одену несколько раз летом. То есть на данный момент, если бы был выбор, я бы уже, наверное, ее не купила. Но в тот момент мне хотелось, и я ее схватила. То есть я подхожу как-то с большим разумом, что ли, если можно так назвать. И сегодня одежда, марка, она, в принципе, утратила для меня свой какой-то смысл. Если вещь из хлопка, если она хорошо скроена, если она мне подходит, если после стирки с ней ничего не случается, то глупо за нее переплачивать бешеные деньги. Ну вот такой мой ответ, не каждому он может быть быть. И подойдет съездить в парижские аутлеты и показать, что там, где я покупаю. Тоже будет, наверное, вот странно. Многие пишут мне, что французы очень любят покупать недорого. В каких-то вот таких магазинах, базарчиках, на блошиных рынках и так далее. Для русских это нонсенс, я понимаю. Купить какую-то поношенную вещь, купить вещь, которая висит в аутлете, покопаться, где нет красивых полок, где все несложно красивой, не выстроили красивой такой пачечкой и так далее на полочках. Я же это обожаю. Понимаете, для меня вот какое-то прям физическое удовольствие найти какую-то вещь классную, которая мне нравится, но недорого. Кто-то назовет меня жадной, кто-то назовет меня бедной, кто-то назовет меня глупой. Это все ваше право. Но для меня, я сегодня поняла, что все вещи, как косметика, они в принципе идут из одного места, так в кавычках. И для меня умный человек тот, который больше тратит на свое духовное развитие, на путешествия, на семью, выход в ресторан, попробовать какое-то очень вкусное блюдо, я не знаю, посетить какое-то замечательное место. Потому что я знаю, что хлопок, он и в Африке, извините, хлопок. И вазочку, которую мы покупаем в дорогом люксовом магазине, можно найти и в дешевом магазине за совсем маленькие деньги. Просто в этом магазине, в дорогом, накрутили на нее цену, но купили ее на том же китайском базаре, в кавычках. Не везде это все, конечно. Есть и дутая стекла Мюрана, есть и креативные вещи, и картины, за которые стоит платить у кого есть деньги. Но сегодня я, как еще раз повторюсь, повторюсь по образу жизни, по моим каким-то личным критериям, я не хочу переплачивать и не могу переплачивать. Я обожаю аутлеты, я обожаю стоки, я обожаю блошинные рынки. Но я смотрю на вещи, есть вещи, которые в коробках с этикетками, есть вещи, которые вы отвозите, не раз уже девочки показывали, можно отвозить, как же они называются, ИМАЮС, да, такие вот организации для людей, где сдаются вещи ненужные, или ты там сам же можешь купить, или сдать свои вещи, которые тебе не нужны, и люди нуждающиеся, недорого могут их приобрести. Там тоже можно найти кучу всего. Так я переделала вам мебель. И во влоге я вам показывала, где я покупаю, и в каких, как по-французски, это троллканты, это можно купить такую мебель. Просто иногда вы находите, ну не знаю, зеркало из какого-нибудь замка, или кресло, если у вас есть руки, если у вас есть куст, все можно переделать. Сейчас очень моден Омстейджинс, так называется. Когда переделывают дома, вот есть такие передачи, недорого. То есть делают столики из палеток, делают вещи какими-то своими руками, делают ремонт своими руками. Мир идет к более таким упрощенному образу жизни, натуральному. И надоело вбухивать деньги просто в какое-то, ну ни за что впустую. Я считаю, что это умным. Я считаю, что это лучше для природы. Я считаю, что так вот рассекли, переделал, дал вторую жизнь. Я горжусь этим. Я как-то уважаю себя за это. Поэтому, если я поеду в какие-то аутлеты в Париже, я обязательно вам это покажу. Но, к сожалению, на данный момент мы не очень часто выезжаем. Мы выезжаем здесь у нас за город, где есть большая зона коммерческая. И там есть несколько аутлетиков, которые я вам уже показывала. При случае еще раз покажу. Также недавно девушка была в шоке, написала мне, что я подарила своей сестренке косметику, которой я уже попользовалась. Вы понимаете, родные мои дорогие, это родной человечек для меня. Это как я, это моя вторая часть, моя двойняшка. Я заказала эту косметику, и я сказала, можно я попробую, я расскажу. И потом я тебе ее отдам, подарю. Кроме этой косметики было еще куча всего посылки, понимаете. То, что я ей купила, и какие-то вещички, и так далее. И мы две родные души. Для какого-то постороннего человека я, естественно, не буду открывать косметические средства и дарить. Мне не стыдно и не зазорно. Но вы знаете, хотела бы вам сказать, что когда мы делаем блошинные рынки, и иногда просто я беру какие-то лаки для нотей, которые мне не нравятся, которые я не использую, или даже какие-то косметические средства, такое бывает, берут мои родные, любят, а все скупается за какой-то миг. То есть, не задорго, но задешево. Французы, особенно сейчас много иностранцев, им совершенно плевать. Да, это не гигиенично для меня, вот, для вас. Но для них вполне нормально купить использованную косметику во Франции. Наверное, сейчас я кого-то шокирую. Но иногда просто на ютюбе, на французском, на каких-то сайтах вам показывают, как нужно дезинфицировать использованную косметику. Представляете, есть такие магазины, Трок Вестиер, Трок Косметики и так далее, где продают свою косметику. И я продавала, я знаю, я не буду никогда покупать, но я продавала. В общем, вот так, мои дорогие, во Франции тоже бывает много всего. Поэтому сегодня я вам скажу так. Сегодня мне хотелось бы прийти к тому, что... Я люблю минимализм, да? Я вам не раз так уже говорила. Мне хотелось бы прийти к тому, чтобы вещи меня радовали. Вещи бы мне служили долго. И каждый раз, надевая их или беря в руки, я испытывала маленький экстаз. И я знала, что эту вещь я хочу сохранить в своем гардеробе. Я хочу, чтобы она у меня осталась подольше и была в хорошем состоянии подольше. Мне хочется заниматься ей, стирать ее, гладить и приводить ее в порядок. И чтобы у меня не было вот этого чувства, чтобы быстрее избавиться. Она мне здесь мешает, мозолит глаза. То есть я всем этому желаю. Давайте тратить наши средства, часть наших средств на что-то более интересное, познавательное. И то, что останется в сердце, в душе. Потому что все это проходящее, все это материальное. А я вам всем желаю хорошего дня, приятного вечера, спокойной ночи. Надеюсь, я ответила на несколько ваших вопросов. И всем пока! До встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Светлана Франция.